Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Господи, добро и с нам с дебыти, Аще хочешь и сотворим с де тресени, Тебе едину, и Моисеове едину, и едину Илии. Ище же ему глаголющу, си облак светил осенеих, Исе глаз из облака глаголя, Се есть сын мой возлюбленный, О нем же благоволих, того послушайте. И слышавши ученицы, подоша ницы, И убояшися зело, И приступали Иисус, прикоснуся их рече, Восстанете, не бойтесья, Возведши же очи свои, Никого же видишь от окма Иисуса единого, Исходящим им с горы заповедуем Иисус глаголя, Никому же поведите видение, Донди же сын человеческий, Из мертвых воскреснет. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры, сегодня воскресенье, 19 августа. Всех нас с вами поздравляю с праздником преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И сегодня Святая Церковь предлагает нам чтение Евангелия от Матфея. Мы читаем 17 главу с 1 по 9 стих. И сейчас давайте с вами послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки на современном нам с вами языке. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просяло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи. Когда он еще говорил, «Се облако светлое синело их, и сеглас из облака глаголющий, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои, очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте, не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о семь видений, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Такие ангельские строки. Сегодняшний праздничный день мы с вами слышим. Сегодня апостол Матфей нам описывает это событие. Причем свидетель непосредственного этого не был. И мы можем сказать, что, конечно же, под руководством Духа Святого, как и все Священное Писание написано, но вот эти события он описывает, опять же, со слов очевидцев. Очисток нам сразу здесь и открывается, что Господь берет с собой Петра, Якова и Иоанна, брата его. Именно вот это вот троица апостолов были в какой-то степени, нельзя сказать, что наиболее достойны каких-то особых откровений Божьих. Наверное, лучше сказать, наиболее способных правильно принять откровение, правильно понять его, усвоить сердцем своим. Петр отличался вот этой особенной какой-то такой вот любовью ко Христу. Знаете, такой порой даже, нельзя сказать, что безрассудство доводящее, но тем не менее, помните, как вот в свое время он заявлял, да что Господи, там вот никогда тебя не оставлю, пойду с тобой до конца, я на смерть с тобой пойду. Но столкнулся, опять же, в довольно скорость, с тем, что силу оставили, и до предательства даже дело дошло, но опять же из-за любви своего он смог покаяться, вернуться к Христу Господь, восстановил в апостольстве. Апостол Яков и Иоанн, Господь их, как называл, сына Громова, в анергез, за их-то эту особую ревность, за вот эту вот силу по исполнению воли Божьей, вот это желание, такую неустрашимость. Это, наверное, лишь только самые краткие слова, характеризующие вот этих вот людей. Ну, в общем, что факт остается фактом, именно трое из двенадцати были взяты на эту городу, на эту городу, по преданию, так говоря, Фавор, в Иудее. Там это произошло. Вот Господь туда с ними сходит, и в молитве, пребывая в молитве, преображается пред ними. Здесь Матфея описывает, что «преображился пред ними, просеяло лицо его, как солнце, одежды же сделались белыми, как свет». Здесь эти отцы объясняют это так, что Спаситель, прежде своих страданий, вот этим некоторым ученикам Сына являет свою божественную славу. Показывает, да, что я, став человеком, я не перестал быть Богом. Показывает в том, что и будущий человеком до воскресения он всегда остается, оставался и будет оставаться Богом, имеющий славу и божественную, да, и власть, и силу. Все это важно было, потому что уже грядут очень скоро вот эти страшные скорбные события, связаны с предательством Христа, с его избиением, со смертью. Важно было у учеников поддержать таким образом. Причем, что здесь мы видим, да, что просеяло лицо его, как солнце. Но это чтобы ученикам не показалось, что это только какое-то видение, что это им все покажется. Что видим, что и одежды делаются белыми, как свет. Причем, видите, такое слово даже подобрано, как свет белые сделались. То есть и обычная, скажем, да, неудошевленная природа, она тоже воспринимает эту славу божественную. Здесь там опять же приоткрывается некая тайна замысла Божия человечества о спасении. То есть Бог, Он желает наполненной своим светом благодатью свой весь мир преобразить его. Как говорил апостол Павел, что после пришествия спасителя будет во всем Христос. То есть во всем будет благодать Божия, которое человечеству и миру становится доступно только после Бога воплощения. Что мы видим, во Христе соединяются два мира, и божественный, и человеческий. Это сегодняшнее событие в преображении. Это нам особенно четко показывается, что не только Господь как Бог сядет, не только как человек Он сядет, но и одежда Его, они становятся святоносными. Также и весь мир после пришествия спасителя будет, да, вот, святоносным. И что дальше видим? Вот и велись им Моисей, Илья с небеседующего. Тоже очень важный момент. Смотрите, являются люди, но, смотрите, соединяется мир живых и мир умерших в этот момент. И говоря о мире живых, мы не имеем в виду сейчас с вами апостолов, которые-то находились. Ведь пророк Илья был живым, взятый на небо. Он не вкусил смерти по сей день. Пророк же Моисей, наоборот, он умер в свое время. Здесь мы видим, они оба являются. То есть Илья в своем теле, а видим, что пророк Моисея является как в виде духа, видимо, в духовном. Но, тем не менее, здесь апостолы-то видят, видят, что это никакое не привидение, не мираж, что видят, вот оно реальное, реальные личности. И здесь он крается о том, что смерти нет как таковой. То есть в Боге никто не умирает. Даже если ты покидаешь тело свое, ты остаешься той же самой личностью. Здесь виделся не кто-нибудь, а не какое-то облачко, когда такое аморфное, и было сказано, что это пророк Моисей. Нет. Пророк Моисей, они его узнали, как-то вот и поняли. Здесь еще такой очень важный момент. Они приходят, с ним беседуют. А кто были Моисей и Илья для иудеев? Это были величайшие авторитеты. Моисей, да, тот, через которого закон был дан, Илья величайший из пророков. Видимо, что они здесь являются, чтобы показать апостолам, чтобы они потом могли своим собратьям, соплеменникам Рима сказать, что вот все, что делает Господь, полностью с этим соглашается Моисей и Илья. Это мы с вами, если увидим икону, перепреживая, и видим, что они, Илья и Моисей, стоят возле Христа, кланясь ему. Это показывает даже его превосходство, его явление, его учение за тем, что делали они, и показывает, что они лишь только слуги, а Христос – Господь. Дальше что видим? Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, «Если хочешь, сделаем здесь трекущий тебе одну, и Моисея одну, и одну Ильи». Но здесь, как остается, говорят, что настолько было хорошо, здесь в этот момент, апостолу Петру, что он обо всем забыл. Забыл о том, что внизу толпа народа ждет, что там есть другие апостолы. Для него уже Царство Божьей наступило только лишь от одного видения Христова, от того, что он видит эту славу и наслаждается ей. И вот решил он здесь остаться. И в этот момент облако светлое снеет их. «И глаз из облака глаголющийся, и Сыном возлюбленный, в Котором и благоволение, Его служите». Видим, здесь уже второе такое явление. Первое лица Святой Троицы – Бога Отца, который указывает на эту уникальность пришествия Сына Своего. То есть Его служить, Его там Илья и Моисей, так вот слушать надо Христа. Что те лишь только подготавливали народ уйдейский к пришествию Спасителя, а вот слушать надо Господа. Слушав это, ученики, пальные лица испугались. Испугались почему? Здесь опять же показывается нам в этом страхе, это повреждение человеческой природы. Всякий страх является отсутствием силы, отсутствием опоры какой-то. И человек стал бояться всего лишь после того, как он оторвался от Бога. Так вот и здесь они боятся явления Божьи. Не понимают, что Бог эти взгляды боятся, страхи падают. Дальше смотрите, кто их успокаивает? Сын Божий. Иисус, приступив, коснулся и сказал, встаньте и не бойтесь. И опять же нам указывается на то, что Сын Божий стал человеком того, чтобы примирить людей с Богом, чтобы дать возможность людям вновь не бояться, чтобы закончили всякие страхи. Вот в этом суть Его слов, что не бойтесь. Позвольте, а ученики уже никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили за горы, Господь запретил им, говоря, никому не сказывайте видение, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Ну, почему никому не говорите, даже в том числе и своим собратьям апостолам, ну, чтобы не было лишних разговоров, что мы могли не поверить. Просто, что мы умали вам, что показалось. То, что только после воскресения, уже после явления воскресшего Господа, для учеников Христовых тоже стало такой вот непоколебимой очевидностью. Вот такие слова евангельские сегодня мы с вами слышали. Читали в Англии от Матфея, главу 17, то есть 1 по 9 стих. И напоминаю всем нам необходимости чтение Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Субтитры создавал DimaTorzok